так пацаны не обессудьте только с европы вернулся ого здесь такой такой бандит собственно всем привет какой раз уже 4 вроде бы сегодня мы о чем с вами поговорим поговорим о сайчейне о дакинге о том почему не то что я ненавижу компрессию просто она мне не нравится не симпатизирует я и мало пользуюсь объясню почему и так что такое компрессия компрессия это процесс работы с динамикой звука по сути компрессор делает громкие звуки тише тихие звуки громче по-другому можно его еще обозвать как такой аппарат который автоматически выравнивает громкость обычно люди там или звукорежиссеры без разницы кто да даже вы вы трогаете ползунок громкости чтобы сделать звук громче или тише но компрессор делает это все автоматически чтобы держать звук на определенной громкости компрессия на сторону сделать помогает выделить атаки склеить как-то микс сделать его плотнее то есть раскачать даже возможно убрать какие-то лишние пики щелчки и так далее но я вот эту вот всю компрессию я ее в рот и как вы поняли я небольшой фанат компрессии если только жесткой а жесткая компрессия того на что это у нас лимитирование то есть лимитер на каждом канале у меня стоит лимитер мастеринг я также делаю исключительно с лимитером но не с этим конечно же то есть никаких компрессоров на мастер у меня тоже нет компрессия в принципе это наименее понятная история если говорим о новичках новенькая ухо но может совсем не услышать работу компрессора выделилась атака что что-то поменялось мы зато новичок может как бы увидеть что делает наш компрессор для этого у меня на всех каналах присутствует смехоскоп он джейксоскоп а для чего он присутствует а как раз для контроля динамики я использую компрессор только когда мне нужно склеить там барабаны какие-то которые я наворотил или аккуратно выровнять бочку когда мне впаду подбирать длину бочки и саббаса вот например саббас но он уже идет сразу с бочкой и мне впаду убирать бочку которая тут есть поэтому я добавлю просто другую и все это подсклеим посмотрим как все это выглядит а то и сейчас бочка у нас выпирает ну прям неплохо так надеюсь понятно и видно это у нас саббас если мы начнем прибавлять канал саббасом ничего особо не поменяется начнет работать наш лимитер давайте сбросим настройки и погнали компрессировать все обычно дико сжимаю релиз почти на минимум кому нравится с эффектом дисторшена кому без ну атаку я бы тут не стал выделять тут вот этот клик безобразный ну и погнали мейкап то есть хоба все выровнялось потом я еще лимитером подожму можно даже еще сильнее софт клипер включим то есть вода что было что стало записываем далее второй пример например как я использую с тарелочкой есть у меня какая-то секвенция просто какие-то барабанчики мне все это нужно немножко подсклеить сделать поплотнее давайте вот так поставим включим немного кача смотрим конечно же на смехоскоп кач появился и начинаем все компрессировать чтобы было поплотней все на этом моя компрессия кончается вот еще очень кто-то боится понятия динамики но не стоит всего лишь гром громкость самого тембра или какого-то кусочка звука поэтому мне похую в принципе я сам себе компрессор человеческий просто медленный на давайте посмотрим как можно компрессировать без компрессора даже я бы сказал не компрессировать а просто работать с динамикой звука без компрессора на лупах мы не будем работать мы возьмем какую-нибудь бочку которой там пропала атака атака мягко говоря проебана давайте ее сделаем нормальной но без компрессии что нам для этого понадобится для этого нам понадобится либо ползунок громкости либо громкость то есть гейн на утилити оп автоматизируем и добавляем просто атаки и смотрим как все это выглядит опа переборщили уже уменьшаем то есть мы с вами видим всю динамику звука на смехоскопе давайте как было и как мы сейчас с вами исправили то есть вот вуаля можно прям я вот люблю когда атаки например много плюс я это все дело сейчас еще залимитирую и вот этот неприятный щелчок в конце уберу для особо слышащих да зачем я делаю вот эту манипуляцию чтобы у меня не пропадал клик оп клик пропал совсем небольшой мало кто его слышит но роль он играет тоже это одна из таких фич мина плетона что но он не успевает он не понимает маленький что если у нас ползунок громкости опущен он не успевает кликануть вот здесь то есть обязательно поднимайте оп клик появился на потом я это все дело что еще раз залимитирую могу еще и улучшить как бы ее добавить что-то что-то вычесть возможно коробочность вот эту то есть хоба и бочечку мы с вами улучшили перезаписываем и вот нифига себе мы сами себе компрессора вот это да только точечно аккуратненько как нам нужно давайте послушаем что было и что стало без всяких утилий телемитера там и так далее было стало ну как бы это классическая простая бочка в ней ничего конечно же такого нету но разница ощутимо то есть поработали с вами только что компрессором как я говорил но вот человеческим поэтому я и не очень сильно ее люблю только когда у меня группа только когда я не могу так быстро среагировать как компрессор когда мне впадлу или когда группа только тогда использую компрессор ну вот честно итак давайте разберемся что ж такое сай чейн сай чейн это у нас боковая цепь но это когда один сигнал например бочка управляет другим сигналом например басом да то есть у нас на канале баса есть компрессор у которого подключена та самая боковая цепь на надеюсь никому не нужно объяснять где эту боковую цепь найти чтобы но этим сигналом можно было управлять то есть сейчас наша бочка управляет другим сигналом тут указываем какой канал ну ради бог как будто как будто вы не знаете что это такое вот по поводу того что такое дакинг дакинг по сути тот же самый сай чейн только без использования компрессора наиболее точно я бы сказал мне вот нравится именно дакинг по поводу использования боковой цепи я не люблю использовать боковую цепь просто потому что на мой взгляд и и сложнее точно настроить чтобы она работала ну вот так как мне нужно меня не устраивает как компрессор работает с боковой цепью иногда сигнал которым мы управляем не пропадает полностью это конечно же не критично но мне это лично не нравится какая-то часть остается это значит что конфликт бочки у нас бочки и баса не устранен а просто заглушен смотрим на вот сейчас у нас такой прям в мясищу сай чейн происходит но смотрим что у нас остается то есть вот тут у нас бьет бочечка оп но полностью звук у нас не уходит конечно можно еще сильнее зазать что он ушел но это прям уже мясище и этот эффект ощутим плюс смотрим вот эти вот вещи для меня они нежелательны давайте сделаю фриз вот это не очень круто то есть мне впаду настраивать сильно точно компрессор но возможно лучше он чем сейчас не настроиться поэтому я не люблю вот эту боковую цепь единственное я использовал бы боковую цепь когда нужно сделать что-то ломаные что-то с необычным рисунком на но опять же я люблю 4 на 4 он ли ломаная нахуй так что простите для меня совсем неактуально то есть вот это первый способ как делать в принципе сай чейн то есть просто компрессор плюс бочка да компрессор плюс боковая цепь не так второй способ второй способ это автоматизация по громкости очень точный вариант вы можете тупо скопировать длину вашей бочки и вырезать эту же длину у саббаса вот для этого лучше использовать конечно утилити чтобы наша вот эта ручка громкости она не парализовывалась если мы будем делать автоматизацию на ручку у нас будет красненьким гонять и ручка парализуется то есть нам нужно ее двигать поэтому заходим заходим в утилити вот на последнее без разницы на какое давайте выберем что тут у нас вот это вроде неплохо и смотрим то есть вот наша длина бочки почти половинка одной четвертой получается так вот скопировали мы длину нашей бочки не забываем про вот эти вот вещи подняли чуть атаки и тупо копируем на наш уже перезаписанный бас копировать а теперь мы знаем где наша бочка она заканчивается оп и опять же чтобы устранить вот эти неприятные щелчки оп в конце так же как и на бочке мы делали в другую сторону манипуляции на саббасе делаем так же и уже смотрим как они у нас соединяются оп и как будто они у нас были уже одним целым да и опять же тут ого теперь нам нужно управлять динамикой сделать саббас наш бас погромче да что нам нужен паузу но громкости ничего себе это да давайте паузунок меня что то не радует щелчок этот просто знаете если появляются щелчки значит вы что то где то напортачили либо с адср либо по динамике у вас что то слишком резко происходит то есть это обычно очень простые вещи смотрим ага прекрасно нужно компрессировать не нужно я сам себе компрессор перезапишем прекрасно никакого сайдчейна никакой компрессии как будто бочка такая и была то есть очень неплохой способ без каких-либо плагинов просто с ручкой утилити я раньше любил вот так делать но сейчас мне даже этот вариант немножко впаду третий вариант это сайдчейн или дакинг с помощью достаточно старый плагин но надежный вот он маленький для дакинга или для работы с динамикой тембра также очень неплохо для какого-то творческого дизайна то есть пропалить вот тут пресеты но я покажу я юзаю именно его по большей части он очень прост в использовании давайте как бы посмотрим как он работает включаем его фото да мы можем создавать сколько угодно здесь точек без разницы то есть все как в серуме надеюсь многие знакомы с серумом на теперь включаем бочку смотрим вот это вот вот это вот не очень хорошо что мы делаем мы убираем нашего фото чуть подальше убираем фриз опа почти незаметно можно еще отодвинуть а можно знаете что сделать давайте вот чуть погромче сделаем и просто залимитируем пофигу вот выделили чуть-чуть атаку но тут же у нас тоже встроенный по сути софт клиппер тот же самый лимитер то же самое у нас осталось да если вы используете какой-то еблантяйский способ типа вот так вот плохо настраиваете огибающие плохо настраиваете длин и тогда да тогда вам по-любому нужен компрессор неплохо ну и давайте попробуем поиграться с пресетами ну просто я потыкаю или просто когда вы видите например какого-нибудь своего любимого артиста да и видите что у него например какой-то пробел в динамике то есть вот таких пробелов может быть несколько вы что можете сделать вы можете на его фото их нарисовать то есть сделать дополнительную динамику для своего там баса баса для бочки там засрать ее как-нибудь то есть то есть динамика у нас стала вот такой вот сейчас то есть мы поигрались с ней по сути потрогали ручку громкости смотрим на что стало и вот в таких вариантах я бы все-таки поджал ну динамику мы с вами поменяли теперь у нас появилось АК движение ну а то есть можно самим рисовать без Б можно брать какие-то пресеты то есть вы можете просто взять вот это вот все перезаписать залупить да у вас уже будет совершенно другой рисунок плюс классно тут есть всякие вот эти серумовские фильтра то есть все присутствует то есть все присутствует в общем-то почекайте просто пресеты попробуйте тут очень-очень много разных прикольных вещей плюс чекните разные интересные фильтра вот эти ленированные какие-то то есть круто я по большей части еще раз повторюсь использую во фото да просто на все по поводу щелчка да опять же внимательно щелчка нету также на всех перкашах а то есть по моему у меня тут шейпер бокс включен на шейпер боксе чуть позже вот то есть без проблем что раз не знаю что я не знаю что я не знаю ты не знаю минус он работает у нас все да то есть у него нет никакого управляющего сигнала он не останавливается плюс сложно настроить с ним ломаные ритмы хотя мне опять же до одного места но все равно я как делаю я это все дело перезаписал до релиз чуть подлиннее сделал и пиши свои ломанные ритмы с ресемплированной бочкой сколько угодно без бед ну и либо пользуюсь боковой цепью у компрессора и его приходится также в режиме аранжировки автоматизировать чтобы выключить на я вот парюсь немножко по поводу этого но в общем то на что нам нужно сделать когда вы пишете уже что-то то есть есть какой-то лук нужно настраивать автоматизацию чтобы красивенько все было в ямах кто-то даже и в ямах оставляет сайдчейн да есть такие артисты просто послушайте ямы и послушайте если там на педах даже на басу остается ли сайдчейн я вот слушал ну реально какой-нибудь если берем контин веруфа вот он любит на ямах прям у него все красиво но на ямах он любит оставить сайдчейн все равно либо ему пофигу либо ему так нравится да тут ничего такого в этом нету и четвертый способ и более я бы сказал сложный но новый это шейпер бокс 2 то есть вот так он выглядит почти то же самое что его for tools вот он с дополнительными фичами для творчества да то есть мы можем управлять тут не только громкостью можем управлять еще автоматизировать панораму ширину можем автоматизировать какой-то overdrive можем автоматизировать время какие-то около scratch делать автоматизировать разные фильтры то есть бит крашер можем автоматизировать это такой комбайн серьезный для модуляции различных которые здесь представлены я показывать не буду но если у вас его нету я просто не мог о нем не рассказать у кого его еще нет быстро качать или покупать волюм закидываем настраиваем нашу кривую двойным щелчком ставим тут или жесткий жесткую линию или не сильно жесткую лоб нественная вот к этому долго привыкаешь кто привык к серому к этому чуть дольше привыкаешь на и настраиваем настраиваем не 4 на 4 одну четвертую смотрим что у нас там ну и погромче все отлично сразу про плюсы кто любит чистые миксы для кого там важно трехполосная там компрессия мульти бэнд компрессия тут фишка в чем мы можем с вами делать тот же docking сай чейн но трехполосный то есть можно разделить наша чеха на три полосы можно вот тут раскрыть и тут от снизу пишутся герцы то есть можно отдельно низ от сай чинить отдельно вверх от сай чинить и середину то есть все можно сай чинить отдельно очень актуально когда вы например какие-то модулярные вещи вот такие вот вставляете то есть низ я бы вообще обрезал а верх я бы не стал сай чинить вовсе то есть очень клёвая фича то есть тут для каждого для каждой полосы отдельная вот это вот кривая то есть тут и пресеты есть вот для низа до верха давайте у нас не будет вот включим вверх или чуть-чуть пусть вверх сай чиниться то есть совсем кропалик и середина середина давайте тоже не так сильно а низ уже у нас посильнее по поводу инструкции как им пользоваться тут очень все смешно вот вся инструкция то есть по низу у нас все круто а если проверить вниз смотрим все отлично чистота а если проверим вверх том будет у нас ну давайте за солируемся вот здесь не так сильно сай чиниться то есть видите место для бочки есть но но его как бы совсем мало то есть верха у нас осталось с вами больше верха и середина по низу все чистенько прекрасно трехполосный сайдчейн вуаля круто и тут давайте перейдем сразу же к минусам немножко геморно его подключать чтобы он работал именно как продвинутая четкая вот это вот боковая цепь здесь у нас с вами есть несколько режимов то есть чтобы он работал в режиме ваншот чтобы он работал как именно боковая цепь из нам нужен для этого отдельный канал для триггера нам понадобится чтобы он на зара работал не будет у нас отдельного канала он у нас один раз поработает и все затихнет это не полностью с неопытному юзеру очень сложно до этого допереть маршрутизация вот это вот вся хурма и все остальное вот он шейпер бокс включены создаем отдельный канал кому интересно просто на русском я искал этого нету кто все-таки столкнется может посмотрят скажут мне там спасибо то есть выбираем вот этот вот канальчик куда будут идти все наша миди обязательно удаляем со всего канала все эффекты то есть если вас на дорожке с триггером стоят какие-то эффекты как у меня вот тут шейпер бокс этот триггер не уви дит так как многие эффекта блика не пропускают вот этот триггер нужно удалить тупо все эффекты на канале чтобы шейпер бокс увидел вот этот триггер да то есть мы сейчас пустим с вами триггер и все он у нас тут но не идет видите в принципе он уже подан да вот он есть но через эффекты триггер наш не проходит поэтому мы удаляем все вот теперь он проходит что нужно выбрать вот этот же шейпер бокс и ну первый пусть будет первый в принципе без разницы какой тут канал с 1 до 16 какой выберите пофигу вот я долго искал то есть сейчас он все заработал у нас все но видите что тут происходит я триггер глушу у меня вот это вот остается это вот совсем не круто как сделать так чтобы он переставал работать когда триггер не поступает они как нужно геморроить опять же с настройками midi теперь свитч вот здесь внизу и создавать отдельные паттерны для триггеров с нужными настроенными нотками то есть вот тут есть нотка на нашу кривую на вот эту чтобы она запускалась это у нас c шарп на давайте нажмем то есть это у нас будет включение активация нашего триггера давайте вот так и обзовем далее смотрим чтобы у нас наша кривая лежала внизу то есть звука чтобы вообще не было нужно триггер подать под нотой d без разницы какая октава но нота d нужна оп нота d это у нас будет офф видите включаем гасим с шарп д шарп в общем то как я вот тут уже и сделал у меня тут включение плюс я еще тут добавил что выключение сай чейна чтобы может быть кто в яме любит показать тупо бас без бочки и дополнительная кнопочка на просто выключение на все вот тут вот есть прекрасно но это реально немножко геморрой да ты сидишь еще не понимаешь ну например у тебя тут случайно лимитер там или утилити оказался или тот же эквалайзер но тебе нужно послать этот триггер и ты не понимаешь были на чё не работает а вот это такая именно фича облика вы и вычитал просто тему что в литоне он тупо так не работает нужно использовать другую дав типа какого-нибудь битвик студия в общем полная дрочь принципе он ничем без вот этого без триггера не отличается от его фото у сада если мы говорим именно про волюм шейпер вот это это уже совершенно другие дела ну давайте вот тут что-то быстренько покажу то есть вообще прекрасно можете еще и сами все это рисовать и это только с временем связано на также дисторшины тут есть маст хэв такой комбайн плюс трехполосная у него тут есть разделение по бэндам на определили можно рисунки везде разные поставить видео должно было получиться не таким здоровым но как есть надеюсь вам всем понравилось можете ничего не ставить хотите узнать больше приходите на курсы записывайтесь и всем пока